Здравствуйте друзья! Сегодня я хочу вам показать как необычно можно подарить обычные сладости и небольшую игрушку в одном милом букете. Если я кого-то заинтересовала оставайтесь со мной. Мне нужны вот такие не очень большие шпажки. Длина шпажки 20 сантиметров и одна шпажка 30 сантиметров. Это двухсторонний скотч. Вот такие нужны конфетки, чтобы они были вот так вот упакованы. Ну не такие как трюфель допустим или просто конфетка свернута, а именно вот так упакованные. Вот какая-нибудь игрушечка. Значит у меня вот такая сова, здесь вот шарик на котором глазки и ушки, а тельце у нее ну вот такие штучки. Здесь вот она цепляется. Детки очень любят обычно такие цеплять и на свои рюкзачки. В композиции я буду использовать вот такие конфетки. Вот тут шпажка просто примутана скотчем. И вот такая конфетка будет. Конфеты берите разные по своим возможностям и своему вкусу. Сейчас я вам покажу, как нужно прицепить вот шпажку к этой конфетке. Нужно отвернуть упаковку. Вот я приклеиваю двухсторонний скотч. Теперь к этому скотчу нужно приклеить шпажку. и завернуть упаковку. И вот таким образом конфетка будет держаться на шпажке. Красиво и не видно. Когда вы цепляете шпажку, если на конфетах есть название, следите за тем, чтобы все названия были в одну сторону. Вот таким образом я уже сделала несколько конфет, которые будут у меня в моей композиции. И еще я взяла вот такой вот конфетки киндер и прицепила шпажку на двухсторонний скотч, а сверху проклеила обычным скотчем, чтобы это все закрыть вот эту липкость. Теперь настала очередь для игрушки совы. Вот если ее перевернуть, вот так вывернуть, там есть небольшое такое отверстие, и она там наполнена чем-то таким мягким, я не очень даже знаю чем. Я просто туда вставляю шпажку, и она будет так просто держаться в композиции. Потом я ее закреплю, чтобы она не крутилась. Перед тем, как работать с конфетами, положите их в холодильник на 30 минут. Тогда вам будет работать комфортно с ними, и они не будут деформироваться, когда вы будете к ним прикасаться. Теперь я буду собирать конфеты в букет. Вот так нужно примериться. Собирать такой букет удобнее, если конфетки будут лежать на краю стола, а палочки будут свисать. И тогда вы можете спокойно их закреплять, крутить, и вам ничего не будет мешать. Пока вы укладываете конфеты, и закрепляете скотч, не нужно его натягивать. Вы просто фиксируете. Конфеты проворачиваете так, чтобы это было красиво. Делаете небольшую ярусность. Вот здесь я начала формировать уже следующий ярус. Вот я соединила части ярусов, и теперь буду соединять это в общий букет. Теперь в композицию я вставлю солнышку. И вот теперь, когда готов букет, нужно широким скотчем замотать оставшиеся вот эти шпажки. Скотчем стараемся так плотно прижать шпажки, чтобы конфетки не двигались. Далее в уровень шпажки я отрежу, чтобы они не были видны потом из-за упаковки и не мешали. Вот у меня есть такой лист оберточной бумаги. Я его отрезала и сложила вдвое. Теперь укладываю сюда мой букет. Вот складываем бумагу, ну так по уголкам, красиво. Дальше приворачиваем палочки. И кусочек такой же бумаги, чтобы перекрылись палочки. И вот где я держу рукой, сейчас я перемотаю ленточкой и завяжу. Ну, чтобы это пока держалось. Завязывать пытаемся туго. Лишнее отрезаем. Сверху я завяжу атласную ленту. Кончики у ленты я обрезаю наиспеток. Вот такой милый букетик у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Это хорошо мотивирует двигаться вперед. Я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.